Итак, сегодняшняя задача будет построение полосы. Вот такой полосы, состоящей из двух слоев, двух фигур. Нам необходимо не просто построить геометрию этой полосы, но и задать свойства так, чтобы мы их могли менять непосредственно из Cable3D. Вот примерно как будет выглядеть наша блок-схема. Вот как должно это выглядеть у нас на предпросмотре. Давайте это сделаем. Начнем с нуля. То есть создадим новый файл и прямо в нем начнем работу. С чего начинается работа в композере? Нам необходимо начать от точки Start. Вот у нас началом будет являться точка P1. Вот она у нас находится в перекрестии. У этой точки мы можем задавать параметры. Как видите, здесь стоит у нас параметр от From Point, от точки Origin, начало. Дельта X, Дельта Y стоит вот как параметр определения геометрии, местоположения нашей точки. Здесь есть Дельта X, Дельта Y. Дельта у нас по нулям, поэтому она физически находится непосредственно в начале отсчета. Вот у нас есть эта точка P1. А теперь следующим шагом у нас является автоматическое определение правого и левого направления. То есть у нас, как вы знаете, есть полоса справа, полоса слева. Это два разных элемента. Так вот, что нам нужно... Civil сам автоматически определял, где лево, где право и начинал строить. Вот для этого, смотрите, я перехожу в входящие и исходящие параметры. И тут есть параметр сторона. Он появляется автоматически и стоит вот значение по умолчанию None, то есть ничего. Вот если я поставлю Left, то теперь у меня в окне предпросмотра будет показываться построение нашего элемента только слева. Вот я специально поставил Left, чтобы вот дальше вам показать. А теперь следующим шагом является автоматическое определение лево и право. Для этого я нахожу Decision решение, то есть условие какое-либо. Вот я добавляю это условие. И смотрите, тут у нас есть Condition. Вот это вот условие. Я нажимаю на три точки, либо могу просто так написать. И пишу Side, двоеточие, Side равно Left. Так вот. Видите, была проверка, красненькая точка здесь была. Сейчас она исчезла. Side равно Left. То есть у меня сейчас композер будет проверять, сторона правая или полевая. Если право, то она идет по стороне истина. Вон, пишем здесь лево. Это у нас истина. Право это ложь. Вот. То есть я сейчас таким образом настроил автоматическое определение правого и левого стороны. И теперь, смотрите, добавляю точку под названием точка P2. Вот то, что у меня вот так вот определилось, это ни на что не влияет, чисто эстетически. Вот так вот мне больше приятнее. Вот. Лево. И смотрите, у меня слева здесь определилась точка P2. Теперь, я могу еще вот так вот сделать, добавить точку P3. Вот так вот. Уберем пока. Вот. Вот видите, проблемы уже какие-то есть. Ничего страшного. Я специально это сделал. У нас теперь есть направление движения слева, направление движения справа. То есть это уже пойдет у нас построение этого элемента в правом и левом случае по-разному. А нам нужно, чтобы было по-одинаковому. Но прежде, смотрите, у меня точка P2, она является сейчас, находится в положении точки P1. Мне нужно, чтобы она сместилась у меня под конкретным уклоном на конкретную ширину. Поэтому я, смотрите, вот определение. Вот, нажимая на эту точку P2, нахожу то, что она должна идти от точки P1, во-первых. Мы специально ее здесь поставили. Потом нам необходимо на, вот по оси X, это у нас ширина, и уклон. Значит, delta X. Где у нас? Slope and delta X. Уклон и delta X. Вот, чтобы увидеть наши изменения, делаем fit to screen. Вот так. От точки P1, slope delta X. Вот мы получили. Видели, что у нас есть ширина, есть уклон в определении точки P2. Но нам необходимо, чтобы было не просто вот ширина уклона, а это параметры, которые мы хотим менять. То есть в свойствах элемента конструкции мы можем задавать именно такие нам параметры интересные. Берем, ставим. Это у нас что будет? Это ширина. Смотрите, ширина. Делаю значение 3,5 и указываю здесь ширина. Все. Теперь у меня будут брать, исходя из значения перемена, ширина. Вот во вкладке входные и выходные параметры. Создаю еще один параметр под названием уклон. Выбираю great, это уклон, потому что он пишет 0%. Ставим 2%. Вот он схватил эти 2%. И теперь, если я сделаю просто уклон, напишу. То это будет не совсем правильно. Чтобы у нас тут ошибок не было. Вот так вот сделаем. Обратите внимание, пока у нас где-то имеется вот такая вот красная ошибка, то изменения могут не применяться. Вот здесь такая особенность. Поэтому сначала делаем, чтобы все правильно и красиво будет. Будет иначе в предпосмотре будет неправильно. И смотрите, видите, точка вверх у меня прыгнула, потому что я уклон сделал положительный. А нам нужно, чтобы он был вниз. Значит, отрицательный. Делаем уклон. И вот она прыгнула сюда. Есть у меня. Я определил, где находится точка P2. И теперь добавляю просто-напросто звено. Тем самым я сделал так, чтобы у нас появилось вот такой вот элемент. А для P3, то есть для правой части, нам фактически нужно сделать то же самое. Поэтому я беру и переименовываю в P2. Это раз. Одинаковые имена точкам извиняем давать нельзя. Можно давать одинаковые имена только лишь в том случае, если у нас здесь имеется вот такое вот решение. То есть когда у нас вилка. Можно либо лево, либо право. Тогда вот нужно дать одинаковые имена. Вот, я нахожу имя P1. Так, это P2. Также делаю слоп от DeltaX. Слоп от у нас уклон. А DeltaX это у нас ширина. Вот. Ничего не поменялось. То есть не поменялось потому, что у нас здесь стоит предпросмотр левая часть. Делаем правая. Вот. У нас, видите, появилась точка P2 и нету звена. Точно так же пускаемся вниз. И делаем добавить звено между точкой. Появился вот такой вот. Переместимся назад влево. Переместились влево. Все. У нас есть начало. Теперь нам необходимо построить на глубину 0,2 см полосу. Причем, вот эта точка должна уходить здесь с откосом. Вот такой хитрый элемент нам здесь необходим. Поэтому я сейчас беру, добавляю еще одну точку. И соединяю эту точку как с левым вариантом, так и с правым. Почему я их соединяю? Почему вообще такое возможно? И для чего я это делаю? Теперь у нас имеются точки с одинаковыми именами. И я могу формировать на основе их уже одинаковые элементы, как справа и слева, потому что есть одинаковые имена. То есть если я завяжу точку P3 на либо точку P1, которая общая для всех, либо на точку P2, то он, вне зависимости, будет это право или лево, мы всегда будем получать нужный результат. Поэтому, смотрите, выбираем From Point от P1. Я сейчас делаю толщину моей полосы. Дельта Х, Дельта Игрек оставляю. Им нужна глубина. Толщина, наверное, лучше будет. Толщина. Слой 1. При попытке ввести такое имя, он выдает ошибку, потому что здесь нужно вводить без пробелов. Слой 1. Есть у нас такая толщина. Она у нас будет на целых до десятых сантиметров. И теперь Дельта Игрек, минус, чтобы не вводить и не ошибиться, я делаю вот так. Копирую. Вставить. Вот и все. Видите, мы получили вот это звено, точку P3 и звено. Причем звено получилось автоматически. Теперь мне нужно получить точку, которая будет на уклоне от P3, точно таком же, который у нас есть. Это уклон от этот. И с откосом в 100% от точки P2. Вот в точке пересечения. Поэтому я беру сейчас и выбираю из продвинутой геометрии, 20 геометрии, intersection point, то есть точку пересечения. Выбираю и говорю, что мне нужна точка пересечения, две точки уклон, two point slope. Указываю, что мне нужно от точки P2 до точки P3. И у точки P3 у нас уклон должен быть со значением уклон, только с отрицательным. То есть он находится на прямой, которая идет вот так вот, параллельно нашему уклону. Есть. А точка P2 должна иметь просто вот 100. Тысяча много. 100. Вот эта особенность такая тут у нас. Так вот, 100%. Процентов. Опять же, не видно. Что мы получаем? Делаем минус 100. И в результате, смотрите, я получил. Я хочу тоже вот этот вот уклон 100, иметь возможность менять и свойства конструкции. Поэтому я тоже ввожу откос полосы. Выбираю тип grade, то есть уклон. Тоже делаю 100. И теперь просто делаем откос полосы. Копировать. Вот мы получили. Теперь берем и добавляем звенья. То есть у нас есть точки, и мы просто добавляем звенья между двумя этими точками. То есть делаем звено от точки P3 до точки P4. Вот оно появилось. И добавляем еще одно звено. От точки P4 до точки P2. Получаем в результате замкнутый контур. Имея замкнутый контур и звеньев, мы можем добавлять фигуру. То есть тот элемент, который у нас получает штриховку. И позволяет считать нам объемы. Мы можем нажимать ADD-Link. Тогда он по очереди будет добавлять имена звенья, в которые у нас формируются автоматически. Либо мы задаем. Но это сложно и неудобно, когда у нас идет фигура со сложной формой. Поэтому я нажимаю выбрать. Указываю контур, который мне интересен. Он автоматически его ловит и позволяет получить фигуру. Мы получили первую полосу. Теперь давайте получим вторую полосу. Принцип работы будет тот же самый. Но, посмотрите. Я сделал только лишь одну простую полосу. Но уже какое количество места у меня она занимает. Если я для сложной конструкции буду применять вот такой вот последний метод отображения, то она будет просто нечитаемой, так как будет огромное, длинное полотно такое. Для того, чтобы сэкономить место и идеологически объединить какие-то элементы, относящиеся к одному объекту. То есть у меня сейчас будет вторая полоса. Вот я хочу объединить все элементы, относящиеся к этой второй полосе в одну часть. Поэтому для этого создана вот здесь вот секвенция, так называемая, секвенция. Вот я вставляю. Это ничего более, чем просто объединение информации. То есть сама по себе секвенция ни что из себя не представляет. Это просто объединение. Ей можно сразу задать имя второй слой. Так, делаем двойной щелчок на нее и открываются у нас непосредственно уже внутренности. Как видите, тут второй уровень пошел. Само эта секвенция. Здесь можно располагать различные объекты. Вот отсюда. В последовательности, в строгой последовательности. Здесь нельзя добавлять варианты решений. То есть либо то, либо это. Здесь всегда одна и та же прямая последовательность. Итак, продолжаем. У нас известно, что для второй полосы необходимо получить точки новые. У нас есть точка первая, которую мы хотим получить. Это точка, которая будет находиться ровно здесь. То есть это толщина второго слоя. Вот я создаю параметр. Делаю здесь уже 0,3. Он потолще у нас будет. Но, если я добавляю точку, вот она, точка V5, она должна у меня будет находиться здесь. Если я выставив в качестве толщины только 0,3, то она не будет в том месте. Она будет чуть-чуть ниже P3. А для того, чтобы она была именно в том месте, которое мне надо, я делаю в качестве толщины в разделе дельта Y. Смотрите, что я делаю. Минус. Скубочка открывается. Должна, наверное, правильно сейчас вот так вот сделать. Добавляем минус. Скубочки открываем. Окей. И тогда у нас эта точка прыгнет именно в то место, которое нам необходимо. Добавляем звено. Обратите внимание, звено я добавляю не просто так, от точки P1 до точки P5, а только от точки P3 до точки P5. Потому что если я добавлю вот такое длинное звено, то у меня не построится фигура, грубо говоря так. Поэтому фигуре нужны точные звенья, которые расположены строго от точки до точки. Итак, мы делаем от точки P3 до точки P5. Получаем звено. Ну и таким же образом, intersection point, мы делаем, что у нас пересечение to point slope от точки P5 со значением минус уклон до точки P4 со значением минус откос полосы. Опа. Получили эту точку. Добавляем раз звено. Звено указываем, что у нас это звено от P5 до P6. И добавляем вот это звено от P4 до P6. Все. Мы получили звено. Таким же образом задаем фигуру. Фигуру опять же нажимаем сюда и указываем, какую часть нам необходимо поместить в фигуру. Все. Мы получили фигуру. Можем выходить из секвенции. И как видите, она значительно позволяет нам экономить место. Вот видите. Не надо вот такие длинные простыни. Все. Все вот совмещено там, где надо. Поэтому рекомендую использовать секвенцию.